всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сейчас мы будем подключать все наши файлы css js так чтобы они у нас уже работали вот отсюда из папки assets поэтому у нас сайт уже будет отображаться так как требуется но пока что это все еще будет статическая верстка которая никак не меняется из админки но тем не менее это уже шаг на пути к созданию хорошей полноценной темы давайте в нашей папке с темой создадим файл functions.php здесь у нас будут записываться все наши собственные функции этот файл должен именно так называться и никак иначе и лежать в папке с темой поэтому мы сейчас его создали и будем здесь подключать специальным образом наши скрипты и стиль давайте в файле functions.php начнем писать наш скрипт php у нас заключается обязательно вот в такой вот тег это открывающий это закрывающий если вы не знаете php на моем канале еще не было видео курсов по нему но тем не менее здесь слишком сложного ничего не будет все эти функции они готовы их можно посмотреть на сайте документации или на сайте vpkama.ru и оттуда их скопировать просто главное немного понимать что эта функция делает и зачем она нужна поэтому если у вас нету каких-то глобальных знаний по php ничего страшного основные фрагменты я буду здесь пояснять поэтому мы сейчас начинаем писать код php далее нам нужно написать функцию пишется она таким вот образом function если вы изучали например javascript то вы можете заметить что здесь практически идентично выглядит создание функции и вам будет намного понятнее конечно же в таком случае здесь нам нужно указать три строки первая строка у нас удаляет jQuery который подключен автоматически wordpress потому что он у нас некорректный следующее подключаем уже собственный jQuery и обратите внимание вот эта вот функция ее можете сразу запомнить get template directory URI она у нас подставляет весь тот большой путь который мы рассматривали ранее все каталоги и с помощью точки в php складываются две строки то есть здесь мы указываем весь путь от начала нашей директории до папки assets и через точку мы уже добавляем наш статический путь то есть assets js и в нем уже файл jQuery таким вот образом мы его подключаем и в последней строке мы указываем что это у нас jQuery теперь нам необходимо вызвать его с помощью add action здесь мы напишем следующее vp enqueue scripts это для того чтобы вызвать именно скрипт подключение скрипта и здесь мы указываем название нашей функции то есть берем его вот отсюда ставим здесь точку с запятой и сейчас мы если все сделали правильно то подключили jQuery можем сохранить и проверить это обратите внимание что у нас уже появилась вот такая вот полоска со всеми этими элементами она как раз таки подключилась у нас после добавления jQuery и это наша функция vp head которую мы в прошлый раз добавили в нашем хедере и вот смотрите у нас здесь сейчас подключился наш jQuery весь вот этот путь добавился автоматически с помощью функции get template directory URI то есть до папки assets у нас все сгенерировалось автоматически и когда мы перенесем на хостинг у нас здесь все точно также автоматически подставится наш домен все остальные папки и будет работать нам ничего не придется переделать а далее у нас уже идет assets, js и jQuery вот таким вот образом мы сейчас подключили jQuery поэтому можно его уже вот здесь вот статический наш вариант удалить и у нас все также будет работать потому что мы его уже подключили через file functions.php также теперь мы можем здесь выполнять какие-то настройки заходить в консоль прямо сразу с сайта и здесь что-то менять теперь нам нужно подключить также bootstrap css и bootstrap min.js я сейчас установил расширение которое называется у нас wordpress snippet можете также его установить оно нам просто позволит например написать вот так вот get template и мы видим уже здесь какие-то готовые варианты например get template directory uri чтобы не писать все это полностью можно очень быстро эти функции подключать поэтому добавим это расширение себе и немного ускорим нашу работу теперь создадим новую функцию она у нас будет называться add bootstrap style также как мы здесь использовали функцию nq script мы будем использовать nq style такая вот функция и здесь нам необходимо подключить основные наши стили и через запятую мы указываем следующее get style sheet uri с помощью этой функции мы получим путь к нашему файлу style css и таким вот образом мы его здесь подключим и также нам нужно сделать и для нашего bootstrap поэтому здесь укажем bootstrap также мы получаем get template directory uri и через точку мы добавляем следующую строку у нас папка assets опять таки далее css и в css наш файл называется bootstrap min css ставим точку запятой вот здесь конечно же можно переименовать add styles потому что мы все таки подключаем здесь все наши стили и основные и bootstrap вот здесь нам надо также сделать add action вы видите сколько у нас здесь есть атрибутов они автоматически с помощью этого плагина подставляются но мы заполняем только два из них первый это у нас vp nqscripts а следующий это название которое нужно запустить сохраняем переходим на наш сайт и сейчас смотрим что у нас есть мы видим что наша верстка частично работает давайте внесем сюда небольшие изменения вот здесь вот просто переименуем add scripts и также обратите внимание что у нас подключен сначала файл основной стиль а потом уже bootstrap нам конечно же нужно сделать наоборот и здесь это также играет роль потому что они будут подключаться в том же порядке в каком и здесь мы сначала подключаем bootstrap а уже потом наши основные стили теперь обновим страницу и мы уже видим что сейчас наша верстка выглядит практически так как и должна единственное здесь у нас нету изображений вы видите что они еще не работают фоновые изображения и вот здесь логотипа также у нас нету но тем не менее все уже подключено и более-менее на что-то становится похожим изображение мы подключим уже в следующих видео уроках а на этом пока что у меня все надеюсь данное видео было вам полезно обязательно подписывайтесь на канал оценивайте видео и до скорых встреч до скорых встреч я